я всем привет еду я уже в направлении дома только как бы не на по прямой а вот куда-нибудь еще хочу пару грузика в сторону 12 и домой потому что невыгодно будет ехать нахожусь в штате колорадо его моя накрывать придется что ужас и единственное что было в колорадо ничего не было пустым 250 миль я ехал и приехал и не сказали кого и груз это сено повезем сено тяжелая зараза высокая никуда не деться хоть карты в это колорадо не есть но там где я был до выходных платили только на колорадо хорошо на остальные все направления доллар семьдесят доллар восемьдесят это вообще не нищета а так я хоть приехал там по 20 копеек на 40 в общем и целом сейчас забудем загружаться сеном там машине которая спереди едет кажется мой подписчик я просто просто подошел к водителю узнать там чеки не чеки ну что куда и он такая я тебя знаю мы познакомились по болтаем про машину просто шоу точно такая же цена ну как всегда что ж можно еще обсуждать цены на груз куда едем в одно и то же место на одну и то же походу ферму в оклахома едем в оклахома интересно вы теряна к бегать или подойдет большая это коровы мамки пищат на работу бегать или ко мне бегает он тут единственный кто выполз и они будут бояться у меня яблоки есть даем давать не буду а то меня что-то казнет потом скажите вас кормлю чем-то не тем висит декстер все прищепами он так корова прикольно да да такая породистая ну с рогами и как его и шерсти не прикольно низкие они какие-то маленькие эти коровы видите небольшие но пить что ли хочет ладно не будем к ним приставать это сейчас меня еще увидят один трак загрузился сейчас на очереди поехал другой это которые ребята я с ними разговариваю то смотрит меня следующий буду я же о все теляна смотрите запрыгнул там у него вылазить через дырку через дырку и запрыгивает вот к чему приводит сена что всего с него влезет здесь мусор ты весь красавец просто красавчик снова пёсель привет что ты френдли и нет френдли дружелюбно не буду тебя трогать вдруг ты вшивы по ферме тут бегаешь но они уже тоже походу закончили поедем взвесимся получим доки и все по дорогам сегодня у меня еще есть время но не знаю не успею до конца завтра утром будем доезжать потому что потому что там дорога через сельскую местность негде будет спать сто процентов даже я не знаю где там остановиться утром и Друзья, доброе утро, мы приехали не на коровью ферму, а на конюшне, на коне фермы, смотрите как здесь коников, очень много, здесь целая поля коней, что я первый что ли приехал? Еду, уже не спеша, чтобы посмотреть все, этот как его, пылище, пылище, щебенка, везде пыли все, но я что-то подозреваю, что я первый, хотя последний загрузился, честно вам скажу, это не какое-то мне хвастовство, ничего такого, но приехал первый, а ребята грузились все сюда, ну конечно, ой, боится конь, столько этих, коней здесь, по праву прокорми их, я немножко такой помятый, выспавшись, я ночью ехал, сейчас доехал уже, ну конечно же все получилось у Виталика, по-другому никак, уже даже начали выгружать, это маленький погрузчик, такой на вебкедика похож, на кубота, вот, ну как всегда, все поскидывал, пусть он выгружает, я буду своими делами заниматься, я все порасспрашивал, что это за кони, для чего, почему и как, не мясные, это, он сказал, рейдхосис, ну беговые лошади, они тут занимаются фелекцией, размножением, воведением и соединяют, наверное, виды одного жеребца с другим конником, и получают маленькие другие, третьи конники, поэтому, собственно, так, он сказал, что сюда это влезет, а другой, в другой барон, барон это амбар, другой трак должен приехать, а так, говорит, у него сегодня пять должно быть траков, я такой, окей, ну тут есть люди, все работают, а, и он с Бразилией, мы с ним поговорили, немножко поболтали, он спросил, откуда я, откуда ты, и вот так, добренько, давайте, будем, собираться, потому что, если другой груз уже, надо ехать, возвращаться немножко назад, по Клахома-Сити, может, миль сорок примерно, ну а пока вы здесь присядьте на пеньке, и посмотрите, как я все буду делать. Оно происходит, оно, эта выгрузка происходит медленно, как видите, да, а уже вдали приехали, плюс еще два грузовичка, но они вообще ничего не делают, стоят просто на месте, вот, тарпы свернул, лемни собрал, сейчас возьму щетку, буду сметать потихоньку, все делать параллельно, поэтому вот так работаем, сегодня снова буду грязным, пыльным, уже загружусь, поеду и тогда помою снова, пока выгружаемся, а, что там у нас по милям, 487 плюс 250, и все это стоило удовольствие 900 долларов, как я вам уже много раз говорил и убеждаюсь в этом самом собственном опыте, чем дешевле груз, тем больше гемора с ним, вот так, как видите, два тарпа, куча ремней, высоко и тяжелый груз, 42, 500 или 700 он весит, ну, мне могли еще загрузить тысяч пять, но хвост бы перевешивал очень сильно, не надо было бы, поэтому так, вот, делаем пока что работу, потом подписываем доки и смотрим что-то дальше. Ну, что я хотел сказать, приехал, все нормально, пошел все документы показал, даже права нужно было сканировать им, не знаю, если вдруг украдут, чтобы знали кто украл, вот, и нужно было ждать пока этот дядечка выйдет, он выехал, но он что-то тут собирает, делает там, устал дед, устал, видно по нему, что он прям устал, вот, и мне дали его дверь, сказали, сейчас он выйдет, там что-то какие-то камеры вешают наверху под потолком, он говорит, вот полчаса это займет, ты заезжай пока дверь номер два, это прям посередине, потому что в третьей стоит прицеп пустой, первая, что там еще валяется, вторая посередине, дверь свободна, и вот, я жду пока он уедет, там везде медные трубы разных диаметров, больших, маленьких, длинных, коротких, в Америке медными трубами делают еще что? и газ и воду, вроде как, до сих пор, но воду так точно, видел, делают, и варят, ну, как это, паяльная лампа и припой оловянный, и варят, таким образом, но их легко ремонтировать, если есть инструменты, я много раз видел, как делается, вот, поэтому сейчас заедем, постоим, так, откуда там, дядька, сваженка Тона Ванкувера у него, компания, не знаю, что-то он медлит как-то, ну, ладно, сейчас подождем, заедем, будем загружаться, уже час дня, надо грузиться, ехать в Калифорнию, в Стактон много, поэтому сейчас все свершится, там все просто, я вот хочу, вот почему я не еду, я мог бы, в принципе, но не хочу, я хочу сделать кружочек и прямо перед доком вытянуться прямо, и чтобы задом заехать, зачем мне какими-то вот так, вот так вот заезжать, если можно вот так, здесь площадка, что можно, я не знаю, самолет посадить, поэтому вот, у них какой-то ланчик, потому что как только я заехал, куча народа шла в машины, обычно некоторые ходят в машины, сидят и едят, это уже много раз такое замечал, поэтому такое, ладно, если он сейчас не отъедет, я его объеду и буду парковаться, поэтому увидимся уже в Дуке. Там погрузка продолжается, грузят они трубы, просили меня убрать мои брезенты сетки сзади, потому что они им мешают, вот как это выглядит, куча медных трубочек, разного диаметра и, надо у них потом будет брусов забрать хороших, выбрать себе, потому что у меня уже там застарились, поломались, полопались, надо позабирать себе хороших, поэтому я уже выспаться успел, пойду дальше обалдеть, по заводу снова пойду, потом закреплю, накрою и поедем. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что я вам скажу, утро настало, я доехал, и как всегда бывает, что приезжаешь, тебе другое место нужно ехать давай и этот благородная дядька на погрузчике встретил меня на кальмаре меня запустили грыжу и сюда нормально себя потом он встретил кристалки медь игры да вот тебе говорит другое место давать тебя покажу хочешь покажу давай показывай потому что этот не проснулся все и все и вот он меня привел видите у них тут всякая утварь для всего для проводки коммуникаций разных и уже мой влад диспетчер нашел мне груз напрямую в калифорнию сейчас загружусь поеду и все вообще будет счастье значится что дома еду отдыхать и сюда когда дома еду ничего же не хочется не работать ни денег ничего 1707 миль получилось полных сколько заплатили за груз 3 800 больше 200 долларов чем было тогда предлагали вот вот это первый груз был 3600 который отменился с адресами не могли дать два часа а этот вот 1700 полных миль это с пикапом до пикапа где-то наверно 80 не пришлось ехать и этот как его и вот доехал сюда а вот эти деки выгружаются только не говорите что мне надо становиться в лотдок и у меня будет рядом выгружать добрый сейчас что-то разберемся в куче коммуникаций разных валяется сейчас будем разбираться ну как всегда я уже все сделал свое сижу жду неудобное место постоянно просят отъезжать зад вперед поэтому надеюсь последний раз него осталась одна связка труп один подгрузчик бедненький выгружает 2 иногда ему большой помогает но что перестал они тут объяснили мне как нужно поступить я заеду вперед он заедет назад игру ну понял понял и вот эти вот все драйвены которые вот в очередь стоят они все паркуются там один док им нужно вот так вот объезжать этот трейлер я им постоянно мешаю они подходят гонять меня уже отъехал далеко думал ладно сейчас уже крайний раз будет тот большой погрузчик куда-то дальше отвозит эти зеленые трубы вон там вдалеке маленьких туда подвозит ну короче ерундистика такая вот но скоро все должно случиться я сейчас посмотрим влад прислал груз или нет да прислал уже на калифорния 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 денег там немного платят но зато домой доедем за топливо как говорится от объем деньги только файф поинт калифорния теле теле сис онен компаний о нем шалук что ли golden view продюсер можете да точно сейчас посмотрим ладно все стопдек пустой сейчас он уезжает и буду я остановить и будем выгружаться помните я хотел там пару брусочков себе забрать буду стараться спросить у них можно ли это сделать мне легально без воровства скажем так спросить если дедут то заберу если нет то нет я думаю мне придется помогать чтобы было все быстрее вот за эти вот ремни цеплять за ушки эти но он говорит нет я буду поддевать форклифтом и вынимать я говорю ну давай как хочешь у него большой погрузчик прям огромный вот этот вот не знаю что за фирма а написано хандаджи огромный который может там не знаю тысячи в тонн поднимать порты что он наверное наверное да пара тысяч он может поднять и он я говорю здесь маленькая есть много говорит у тебя без проблем а там игры длиннющий лежал горит нормально я все сделаю но так пришли сфоткали как я привез груз я говорю можно раскрывать да можно я пленку вот откинул и стою жду да я посмотрел почитал документы следующий груз лук я поговорил здесь печером сказал владу влад не бери лук самый крайний случай но именно этот лук мне подходит я поеду сделаю свои дела заеду перекину сейчас колеса помоем машину а мы наверно будем пустые так что мы моем полностью все и траки трейлер а потом поедем загрузимся ну правда нелогично будет потом поехать на поле загружаться луком ну куда деваться мне надо машину помыть она вся грязная я хочу ремонт загнать чтобы развал подкрутили снова что же 50 тысяч наездил надеюсь все получится все будет хорошо так что сейчас вот он продан долго будет выгружать от 29 пачек 29 пачек с медными трубками и 4 полета сзади там трубка скрученная в этот бобину но хорошо что хоть выгружает а то могли бы еще больше ждать тянут я думал тут все серьезно поэтому какой я сказал меня пойду пусть манта копойку эту запись было индус стоял парень на стоп деке очень долго не выгружали не начинали выгружать он уже все ремни поснимал все сделал а его не начинает выгружать этому ну понятно все также у горы может и со мной быть этот смотри тут много всяких металлических труб но по одной трубе они не продадут мне я мог бы на условно говоря найти себе там их много лежит всяких других день подобрать себе трубу которая мне нужна для тарелки но это надо делать по другим методам надо было и такую же базу найти это посмотреть ну что друзья все получилось я заехал это удовольствие стоило 100 долларов просто за лейбор за работу взяли 100 долларов они перекинули колеса сказали что надо делать иксом вот так вот колеса кидаются я думал просто те что стояли с этой же стороны просто поставить их вперед а те назад не меняю так вот перекрестком они говорят не так лучше будет ну если знаете то сделайте быстро 20 минут а правда 20 пришлось подождать но это ни с какой американской сетевой вот этой вот мастерской близко даже не сравнится они очень быстро все делают у них очередей практически не бывает моментом они всю работу делают только что вот у меня не было времени надо еще бы на трейлере также сделать и хотел заправиться думал думал пока доехал потом когда выехал и забыл там я посмотрел топливо было хорошей цене скидка была бакс тоже калифорния потом еще минус налоги то получилось бы по 3 доллара это биотоплива поэтому нормально там какой-то немогомонный водитель хочет ехать больше 70 даже в калифорнию сумасшедшие вот калифорния преобразилась уже все все поля желтенькие все поля начинают уборочную много чеснока возят много помидорок возят а виталик едет загружаться луком там написано что уже в ад прислал апдейт обновление на 50 долларов платят больше уже 700 долларов в воде платят лошадь сейчас начало уже 700 платят потому что в одном месте нету всех полет должно быть 20 в одном 11 полет в другом 9 вот нужно будет ехать с одной фермы забрать потом поехать 10 миль на другую ферму за это они решили доплатить 50 долларов ну нормально чего все долларов тоже на дороге не валяется вон за эту работу сотку заплатили я не знаю я не смотрел там полные мили я конечно же засек ехать лук забирать мне было два часа с копейками 100 миль где-то 120-150 но и отвозить его там останется меньше потому что мне домой ехать 340 он как раз в айдет это то что мне надо зад говорил что был другой груз он звонил 15 минут горит на трубке висел там ждала они не ответили короче кидаловы очередное но там что году 800 или 850 платили я подробности уже не знаю что там загрузку дайка вот так не сказал очень много последнее время обмана вот такого что вроде звонишь договариваешься берешь груз а потом какие-то вот такие вот приколы и типа ой отмена ой там этот не справляется ой там этот не отдает груз такая вот ерундистика это вот последнее время такое она раньше конечно было но тем более когда сейчас такое вот плохое время когда грузов нету действительно на самом-то деле с каждым месяцем она все хуже и хуже хуже и хуже вот тут специально к выборам свои должно быть еще хуже прям чтоб вообще все как будто бы развалилась и стало вот в такое вот впечатление складывается но не знаю пока работаем пока работа есть я стараюсь меньше двух баксов в среднем за крупный ездить 220 посмотрю вам за прошлую неделю тогда скажу что я заработал и такая проект на прошлом деле у меня был хороший рейд я там чего отвозил он конечно не хорошая история была с пчелами обманули но я больше сказал что так делать не буду и никому доверять у меня электронные весы есть у меня часто такое бывает не знаю такое в америке только самое было какую-то вещь вот если в общем так объяснить саму структуру какую-то вещь ты хочешь 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 думаешь думаешь смотришь и не ты я просто легко покупаешь допустим компьютер я хотел свой ноутбук я взял последние модели которые было там железо я его открыл за год три раза чтобы понимали и хорошо что открыл четвертый раз потому что там матрица сломалась появилась синяя полоска посередине экрана по гарантии все отремонтировали бесплатно год гарантии только я заплатил 80 долларов за то что отправлял ноутбук компанией федекс там надо было федексом отправлять такую хорошую коробку положили с поролоном все чтобы он не болтался кусочками по затыкали чтобы ну как бы плотно все было и за коробку что он двадцать пять или двадцать восемь заплатил бы из-за сервиса то конечно ушло что коробка и сервис там упаковал самсотом вот с компьютером все хорошо так же самого с этими датчиками я давно хотел 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 я нашел я купил и они у меня лежат в коробочке в машине казалось бы весы же необходимая вещь но на самом деле там немножко другая история я боялся что сами фитинги не того размера допустим что у меня трубка идет машине либо в прицепе и поэтому я боялся резать трубку чтобы так где-то не остаться потом без тормозов я купил фитинги на амазоне такие просто если где-то у тебя порез втыкаешь фитинги он как бы соединяет два куска трубки одного диаметра скажем так я купил и все теперь я не боюсь если допустим что-то не так порезал трубку и не тот диаметр так и сделал но и там как раз таки в этом наборчике были с одного диаметра на другой такие переходники поэтому вот так а я долго думал где-то мне врезать обычно на типа между подушками между двумя осями это время врезать этот датчик а я потом полазил посмотрел там у меня стоит почему-то штуцер видимо не хватало куска трубы не хотели цельный кусок делать взяли двумя кусочками сделали поставили штуцер посреди вот это штуцер называется я короче теперь не боюсь все сделаем электронные датчики 2 они мерят показатель давления там какая-то хитрая формула в самом приложении на как-то пересчитывает из давления в паунды можете килограмм это можно настроить я еще даже предложение скачал но не настраивал даже аккаунт создавал понимаете насколько мне было лениво но ничего сейчас точно уже сделаю так что следующий раз мы уже будем с крутыми весами и конечно пора там кали откалибровать нужно заехать пустому взвеситься настроить потом заехать груженому взвеситься настроить и вот так вот пару раз по загружаться и поездить на весы повзвешиваться и просто ножка и папа коллегам коллег калибровать подстраивать показания то есть понятное дело переднюю ось можно писать там 12 220 потому что я вешу столько вместе с оси передней а заднего то есть постоянно будет меняться цепи вот но все нормально они будут стоять два датчика близко друг другу чтобы блютуз ловил их я сделаю чтобы трейлера датчик стоял там где весы и все и будет супер так что все классно колеса сделал давно хотел бы как раз прошлый раз пчелами я думал я их сделаю это тогда но нет тогда я был гораздо ниже это пришлось не возвращаться назад потом ехать вниз нет я тогда предпочел отдохнуть чтобы ночью ехать пчел отвозить поэтому когда я не сделал этого сейчас вот как раз это я спешу 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 вечно куда-то бежишь ничего в этой работе не получается делать спокойно вечно ты каких-то бегов туда не успеешь сюда не успеешь туда сюда как мне нравится эти желтенькие поля вы бы только знали это просто обалденный пейзаж когда они зеленые тоже прикольно но не так приедают что глаз зеленый цвет хорошо видит это на контрасте окей а когда вот такое вот все желтенькое пустыня из засохшей травы там уже овечки ходят я вот ехал на троп проезжал где прошло выходные грузился там уже овечки ходят по полю что там грызут может быть здесь будут тоже овечки но они-то правда это прибыль шерсти постригу на лето лук сено и металлолом самые неприятные грузы которые надо брать в последний момент а из того что последнее время есть так и лук и металлолом и сено все я вожу когда был рынок хороший можно было выделываться это я хочу брать это я не хочу брать теперь нет уж хочешь работать зарабатывать пожалуйста бери и не выделайся все сколько раз я убеждался в том насколько дешевле груз стоит насколько больше с ним проблем этот груз вот откровенно внутри копейки стоит в изначально 650 добавили 50 долларов потому что ехать загружаться не 10 миль а 22 в другое место приезжаю вот на первое место 22 15 приехал пока выяснял отношения стала 230 что собственно за это время произошло боюсь меня этот гуд закрепил так на скорую руку боюсь чтоб не свалился вот что было девушка в окне говорит ты поздно приехал в смысле поздно приехал я же говорю до 3 могу приехать в документах написано до 3 нет не до 3 до 2 неправда для и брокер в это время звонит если тебе какие-то вопросы с грузом есть я тебе помогу дай мне только знать никуда не уезжай сейчас и загрузят тебя я ему объясняю говоря она сказала что может быть сегодня скорее всего завтра он начал психовать почему ты приехал так поздно должен быть приехать раньше потому что потому что вот и короче загрузили мне 11 палетов как и должны загрузить потому что они уже не успевали подготовить все 20 и брокер на другой фирме взял 9 здесь 11 вот надо ехать во второе место загружаться это он говорит скажи им что не надо 20 скажи что тебе только надо 11 они тебя загрузят я им так сказал правда быстро через 15 минут уже начали загружать я пришлось мне все откидывать свои тарпы с конца потому что в ровдок парковался не тары заезжали по прицепу и ставили правда быстро по два полета у них такой вилочный погрузчик они драйвами грузят луком в холодильнике и вот у них быстро это получается делать поставили они мне этих один из полет уже брокер звонит ну что когда ты будешь на втором месте дай мне знать я позвоню там тоже скажу тебя подождали вот я ему написал что я буду в 4 20 сейчас я еду медленно там моргают все я не могу ехать быстро груз связан много не хочу рисковать этот логин рассыпется на дороге шепотом буду делать говорю стоит 700 долларов ковыряться с ним нужно вот вы уже потом увидите мало того что его просто загрузить так потом еще сверху там расстели таким хитрым способом что только сверху он свисал и потом позатягивая ремнями чтобы они поразваливался у тебя нигде но это просто сумасшествие ну ладно справимся куда деваться раз уже взялся то сделаю этот курс никуда не денусь капец ребят капец посмотрите если вот этот фиолетовый лук он еще нормальный да он мелкий хорошо положены но вот этот крупный для колечек луковых но это просто вот есть жадность барыг наглость барыг а вот есть наглость перевозчиков там сверху еще горка была наложена естественно все поскидывал середину между полетами потому что ну это никуда не идет вообще что я переживаю вот за последнюю вот эту вот сетку на углу здесь и там но она просто не держится он держит просто на этой вот пластиковой ленте а это что типа защита как-то так моя теория она наверное имеет место на защите быть что чем дешевле груз тем больше ты с ним возишься но вот каждый раз вот просто какие-то копейки платят там как следует до тысячи с металлом было там тысячу заплатили с металловым лук 700 вот этот вот там что-то было еще супер мега копеечный единственное бенефиты он досок сегодня набрал хороших я считаю ну свежий по крайней мере да конечно не сучками это не не какие-то там супер-пупер но зато колеса перекинул видите этот протектор уже подстирался похуже а этот стоял от сте они иксом кинули то есть они сказали я хотел вот так вот они горят не вот так вот лучше крест-накрест я говорю ну ладно лучше знаете делайте так что еще наверное колеса походят немножко тысяч тридцать сорок и будем менять но на зиму точно будем менять на зиму опасно ездить с лысой резиной это уже высоватое вот видите тут уже все уже нет протектора нет прорези уже все если вот сотрется что будет ровно это точно будет менять а здесь у меня там несчастье случилось там трещина в колесе я наехал на что-то острое капец ну мишлен резина живая не знаю спереди хангкок стоит мне нравится у него протектор здесь пошире вот эти бороздки то камни не залетают так как мишлен залазили просто разрывали колеса там это не от камня думал сначала от камня думаю что на что-то я наехал не есть другое другая тоже такая же не хорошая штука отверстие вот там именно я наехал на камень и он уже вдавился вовнутрь протектора испортил его это где-то здесь будет в этом колесе в этом колесе надо найти где-то будет но там это ничего не заклеишь ничего не вот вот здесь там тоже очень сильно камни просто въелся камень острый камень ладно три часа ехать возился хреново тучи времени думаю здесь все будет спереди хорошо как вы думаете делать иксом или нет спереди честно так лень вот думаю делать не делать на разделах ладно сделаю потому что если развалится ну как развалится за я уже все сделал все что мог так и так друзья ну что я уже отдохнул выгрузил этот злополучный лук это просто кошмар выгружали во всю ночь какие который раз повторюсь это 700 долларов за ночь страдания это вот как я на холодильнике на драйване работал так сейчас один в тень вот так на холодное драйване работал едешь на овощную базу и что-то выгружаешь ночью потому что только ночью выгружают данном случае в моем это была выгрузка с 12 ночи я приехал дядька руками развел говорит о я так вот беды не люблю выгружать капец а еще лук у тебя такой плохой там много гнилого будет ужас просто я говорю ну что будем делать ты меня так больше выгружать и мне парковаться он говорит нет ты должен становиться в доке я говорю убирай две машины что в одно я не стану мне справили там мало места было вообще не заехал там угловой забор и вот так вот нужно было завернуть зарубь игру убирай тачку я заеду посередине выйду вперед и стану ровненько он такой ну да ну да я согласен он все это убрал я стал играть отцепляй машину уезжай я отцепил машину а подушки сразу же сдаются в этом прицепе он давай психовать ой а как а что горю мне надо воздух подавать в прицеп чтобы они надулись нет я тебя не выгружу я грунта что будем делать он такой ладно он выгрузил меня пошел спать такой замученный был что даже ничего снимать не хотел в 4 20 меня выгрузила поехал по мою машину все машина чистое на выходных сейчас уже но доехал до дома все по фликсе как можете понимать мне пришел большой гайковерт сейчас под потом покажу вам и и мне уже сказали надо поменять амортизаторы друзья потому что уже стали старыми здесь уже даже втулка вылезла с этой стороны но дело в том что они но не ходят вообще слова совсем если в одну то есть если его достать с трудом достается вот когда его опускаешь он не ходит обратно вот смотрите я его сейчас опущу вот и он не хочет выезжать назад то есть не хочет ходить он как стал так и стал значит хана ему да если нет поправьте пожалуйста в комментариях в общем два амортизатора это передние они вот такие вот мертвые поставил оригинально не покупал стоит в два раза дороже поставил вот такие это стандартные которые продаются везде и на лавсах и на других траковых заправках везде короче купил на дилерской потому что на самом деле купил давно у меня не было гайковерта не смог гайки сорвать чтобы его прикрутить поэтому они просто со мной ездили вот сейчас все пришло поехал головку купил 15 16 там минутное дело с левой стороны с водительской ли меняется очень легко а вот с пассажирской там есть такая защита от турбины я немножко пришлось отогнуть чуть-чуть чтобы ключ подставить и гайковертом открутить там же у нас сделано сверху гайка смотрит вправо а снизу влево потому что там рычаги стоят и все сделал все нормально поменял быстренько на развал поедем попозже там оказывается без appointment а и самое что неприятное вот здесь где я стою в глиндейле уже начали выдавать штрафы начали выдавать штрафы за парковку знаков нигде нету что парка траком парковаться нельзя но и уже это им не мешает они просто подъезжают смотрят что ты твой трак стоит делать меточку на колесе через какое-то время приезжают обратно ага ты не выезжал никуда ну на тебе тикет 81 доллар дали штрафа если до через месяц не оплатишь будет два раза больше то есть 162 я сразу же сегодня оплатил это как я разговаривал сейчас одним водителем он говорит это тебе плата за то что ты повесил замки на баке что с тебя нечего взять это стрем сда за твою парковку посмеялись вы короче так на веру да ну приехал кто-то вот на драйвенчик и стоит не знаю он смотрел видел меня я тут на улице оставался мыл посуду в траке убирался по второму кругу что грязно не знаю не отмывается что утрак грязнится он быстро всякие щели западает мусор короче и он так смотрел на меня но не подошел ничего не спросил ему сказал же штрафы дают короче вот такая история сейчас поеду посмотрю на легковой где-нибудь в округе может переставлю в другое место амортизатор сейчас мусорку занесу а пойду вам покажу гайковерт сейчас машина греется стояла несколько дней дождь был немножко несколько дней стояла не заведенная надо чтоб погрелась аккумуляторы подтвердились чтобы не сели вот такой гайковерт все открутил без проблем так что за своей задачей справился сейчас еще выложу только масло попозже может выложу уже не сегодня вот а так все классно вот видите только у меня разламываются ящики где-то искать сварку сварка подваливать один и второй опасно что цепи не рассыпались и не мотались на колесо колеса окей прикрутились о подушки сбились надо накачать подушки чтобы выпрямились машина же тоже спускает воздух когда стоит долго на месте подушки у нас показывают два это не дело давайте накачаем это это не дело быстренько рама поднялась и все конец а вот я так осмазил погладивался от жары скоро поедем в рейс я почти уже готов я почти уже готов следующая на очереди будут эти амортизаторы надо четыре штуки поменять сто процентов кто-то скажет что не надо но мне кажется что уже все там разбито не работает вот так что такие вот дела вот на этом ролик нас закончится всем спасибо кто смотрит ставит лайки столь сложное время для ютуба в основном же зрители у меня откуда правильно со страны с ангэ из россии много с украины с белоруссии и так случилось что в россии по какой-то непонятный ладно не будем касаться этого причин это все заблочили хотя политики там очень мало 10 процентов может быть со всего контента но как же люди узнают как же табуретку сделать либо гвоздь забить в стену знаю галлет прочистить это же целая кладь информации пропадет жалко ладно куча развлекательного контента научно-опознавательного и всего такого так что большое вам спасибо что смотрите поддерживаете никуда не будем что-то думать в ближайшее время не знаю может создадим на какой-нибудь другой площадке аккаунт там будем развиваться не забросим youtube все будет почти так же но всем вам большое спасибо обязательно подписывайтесь задавайте вопросы пишите ваши комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал всем всего хорошего до новых встреч пока пока в следующей пятницу увидимся вот у Субтитры создавал DimaTorzok